Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видео речь пойдет про лечебные блокады. Меня зовут Ольга Лисенкова, я практикующий врач-невролог. Блокада предполагает блокирование острой боли. Как правило, прибегает к этому методу лечения, когда боль очень сильная или нестерпимая. Какие лекарства используют при проведении блокад? Чаще всего это местный анестетик, например, новокаин, лидокаин, и к нему добавляются гормональные препараты. Это может быть дипроспан, либо дексаметазон. Блокадами занимаются врачи разных специальностей, исходя из того, какая зона болит у пациента, насколько сильно. И для проведения блокады нужен определенный навык. Если речь идет о боли в суставах, например, распухло колено красное, невозможно опереться на ногу, больно наступать. Либо пяточная шпора, либо болит локоть, таким образом, что некоторые пациенты ходят с локтем и качают его, как ребенка, всю ночь, потому что не получается уснуть из-за боли. В таких ситуациях вполне логично воспользоваться блокадой. Локоть, колено, пятку, другие суставы может уколоть врач-травматолог-ортопед, либо врач-реавматолог, который занимается этим часто, регулярно и имеет хороший навык внутри суставного введения препаратов. Не всегда есть необходимость ставить инъекцию именно внутрь сустава. Зачастую можно уколоть в околосуставные мягкие ткани. В каждом конкретном случае это все определяется индивидуально. При болях в спине могут быть использованы блокады околопозвоночные, или их еще называют паравертебральные. Когда обкалываются триггерные точки, то есть участки мышечного уплотнения, которые являются источником сильным боли. Если возникает боль в ноге, связанная с защемлением спинномозгового нерва, это бывает при травмах, при больших грыжах дисков, тогда может быть использована блокада по котлену. Эта блокада предполагает введение лекарств в спинномозговой канал. Соответственно, проводится она в условиях стационара, и чаще всего блокаду по котлену выполняют нейрохирурги, либо анестезиологи. Эта блокада проводится по аналогии со спинномозговой анестезией, поэтому необходимо в течение 2-3 часов после блокады пациента понаблюдать. В некоторых случаях при проведении блокады по котлену, если раствора введено достаточно много, либо он распространяется не так, как хотелось бы врачу, может произойти анестезия ног. То есть ноги не чувствуются, а при этом может произойти непроизвольный мочеиспускание. Именно поэтому необходимо данную блокаду делать в условиях стационара, чтобы пациент мог отлежаться и дождаться, когда действие анестезирующего вещества закончится, и тогда уже можно встать и пойти домой. При определенных невралгиях также могут быть использованы блокады. Например, невралгия затылочного нерва, когда идет проскреливающая, интенсивная по типу удара током боль в затылке, может быть купирована с помощью блокады. Очень часто блокады затылочного нерва требуют навигации, то есть использования УЗИ для того, чтобы найти необходимый нерв и аккуратно рядом с ним поставить анестетик. При боли в области таза могут быть использованы сакральные блокады. Они достаточно сложные технически, и для их выполнения очень часто требуется дополнительное оборудование, то есть навигация. Это может быть УЗИ навигация, может быть использован миограф, и также может быть использована компьютерная томография, либо КТ-дуга. То есть сложные сакральные блокады, как правило, также выполняются в условиях стационара. Навык сакральных блокад может быть у хирургов разных специальностей, например, травматолога-ортопеда, нейрохирурга, упрактолога, некоторые урологи готовы сделать такую блокаду. Все зависит от профиля и навыка конкретного доктора. В практике невролога достаточно часто встречается боль по срединному нерву, которая отвечает за иннервацию первых трех с половиной пальцев ладони. Сдавление срединного нерва чаще всего происходит на уровне запястья, называется это синдром карпального канала. С тех пор, как мы широко используем компьютерные мышки, этот синдром стал встречаться все чаще и чаще. Если пациент приходит с хронической болью на прием и просит сделать ему блокаду, очень часто приходится отказывать и объяснять, что блокада хороша именно при острой боли, когда она свежая, нестерпимая. Если болит давно, например, полгода больше, то блокады она уже не даст какого-то серьезного результата. И рассчитывать на то, что вы пришли, получили блокаду и через час у вас не будет боли, это не так. Приходится это подробно объяснять пациентам и рассказывать о способах лечения хронической боли. Чем же отличается острая боль от хронической, почему они лечатся по-разному, какие есть способы эффективные лечения хронической боли, об этом есть отдельное видео на канале. Ссылку на видеоролик я оставлю в описании под этим видео. Хочется отметить, что блокады это все-таки разовое мероприятие, призванное купировать острую, очень интенсивную боль. Это не единственный метод лечения и, как правило, когда боль стихает, переходит к другим методикам, в зависимости от того, с какой патологией обратился пациент. Часто делать блокады нельзя. Например, такое лекарство, как дипроспан, вводимое с помощью блокад, нельзя использовать чаще, чем раз в три месяца. При регулярном использовании очень быстро появляются осложнения, такие как синдром цинкокушинга, когда возникает отек лица, отек тела, портится работа собственных надпочечников. Также может быть изменение уровня глюкозы в крови. У диабетиков часто после блокад идет повышение сахара в крови. Может повышаться артериальное давление в день блокады и различные побочные эффекты на желудочно-кишечный тракт. Пациентам с остеопорозом нежелательно делать блокады, потому что гормоны, входящие в состав лекарств, они способствуют прогрессированию остеопороза, то есть нарушению плотности кости. Подробнее про остеопороз вы также можете посмотреть на моем канале, ссылка будет под видео. Надеюсь, данная информация была для вас полезной и практичной. Желаю вам не иметь повода для обращения за лечебной блокадой. Буду благодарна за отметки «Мне нравится», за репост и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю за внимание. Будьте здоровы!